У родителей и специалистов часто существует множество вопросов относительно аутизма. Какой подход рекомендовать или какой имеет наибольшую доказательную базу и оказывает наибольшую помощь? Я думаю, что эти вопросы отражают изменение природы нашего понимания аутизма. На протяжении многих лет мы считали, что аутизм по своей природе вызван проблемами в воспитании, но это мнение давным-давно поменялось. Сейчас нам известно, что при аутизме работа мозга принципиально отличается. У людей с аутизмом по-другому происходит обработка информации, существуют свои особенности нейробиологического, нейросенсорного характера. Все эти факторы усиливают стресс и дезорганизацию у конкретного человека, у конкретного ребенка. Это может сделать его более разрегулированным, менее доступным к взаимодействию с другими людьми. Подход работы с детьми, с аутизмом и их семьями, который предлагает ICDL, основанный на многолетней работе Стэнли Гринспена и Сирены Уидро, показывает, что мы должны понимать индивидуальные различия, которые есть у каждого человека, у каждого ребенка, его сенсорное взаимодействие с окружающим миром, то, как работает система его организма. Мы должны сфокусироваться на тех факторах, которые ведут ребенка к определенному поведению. Идея, на которой мы основываемся, поменять поведение, увеличивая, например, зрительный контакт, или уменьшая взмахи руками, или другой тип поведения. Аутизм – это не нарушение поведения, это другая структура, функционирование, процессы обработки в человеческом мозге. Подход, о котором мы говорим, это DIR. Он построен на развитии, индивидуальных различиях и взаимодействиях. Метод работы должен основываться на понимании различий уровней развития ребенка, в чем его индивидуальные особенности и как мы можем использовать наиболее лучшим образом эмоции и взаимодействия для того, чтобы достигнуть изменений в развитии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова